В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О работе в пандемии депутаты заслушали доклад председателя городской думы. Помощь ближнему у волонтеры помогают саровчанам на карантине. В наследие русских мастеров иконописи наша съемочная группа побывала в галерее «Русская икона». Далее расскажем обо всем подробно. На заседании Думы Сарова депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение о департаменте городского хозяйства. Когда Алексей Сафонов стал главой города, он предложил новую структуру администрации. В связи с этим Сергей Лобанов больше не занимает должность заместителя главы муниципалитета, но остается директором ДГХ. Также на сессии народные избранники заслушали доклад председателя Антона Ульянова о работе в 2020 году. Красной нитью через 2020 год прошла пандемия. Сказалась она и на работе городской думы. В своем докладе о деятельности представительного органа власти Антон Ульянов постоянно вспоминал ковидные времена. В марте губернатор ввел режим повышенной готовности, который не снят до сих пор. Думе пришлось приспосабливаться к новым реалиям. Менять устав, чтобы иметь возможность проводить заседание дистанционно. Даже в этих условиях городская дума обеспечила принятие всех необходимых решений, обеспечила стабильную работу органов местного самоуправления. В городе не случилось никаких потрясений. Также было проведено и больше сессий. В 16-2020 против 11-18, например. Среди важных постановлений, принятых думой, председатель отметил решение о предоставлении льгот пострадавшим от пандемии организация. Также депутаты занимались волонтерской работой, развозя медиков, работающих с ковидными пациентами, на ночные смены. Оказали материальную поддержку. То есть организовали, мы договорились с городским такси, организовали доставку силами такси. А депутаты практически в полном составе эту деятельность профинансировали. За что я, конечно, выражаю большую благодарность и от имени медицинских работников. Активно работали депутаты с запросами горожан. Большинство, 49%, пересылали в администрацию. Вопросы соровчане присылают и через сайт Думы. В основном обращение связано с благоустройством дворовых территорий, возникновением конфликтной ситуации с соседями, бытовыми нуждами. Темы, которые поднимают в обращениях, это, понятно, тема ЖКХ, одна из самых болезненных. Вопросы градостроительства, благоустройства территорий. Обеспечение правопорядка, безопасности, мусор – постоянная тема, отдельная, стоящая даже в вопросах ЖКХ. Вопросы социальной поддержки, социального обслуживания граждан, жилищные, земельные вопросы. Также Антон Ульянов рассказал о работе над проектом нового меморандума 3.0, о сотрудничестве между городской думой, администрацией и РФИАЦУНЕВ. Среди направлений – здравоохранение, профилактика заболеваний, развитие спорта, благоустройство, развитие предпринимательства. Заключить соглашение планируют и в этом году. В Москве стартовало исследование вакцины от коронавируса «Спутник Ви» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщила зам мэра столицы Анастасия Ракова. Речь идет о первой и второй фазах исследования. Оно началось на базе двух больниц – Морозовской детской больницы и детской больницы имени Башляевой. Для участия в испытаниях отобрали 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест, сказала Ракова. Клиническое исследование проводят совместно с Центром имени Гамалеи. Вакцинировать участников исследования будут препаратом «Спутник Ви», которым уже прививают людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год. В течение всего этого периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. В третьей фазе исследования примут участие 250 человек. Их начнут набирать в конце лета. Исследование пройдет в детских поликлиниках Москвы. По результатам третьей фазы власти решат, включат ли подростков в программу вакцинации от COVID-19. Как говорил ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинсбург, в ходе исследования вакцины на подростках будут применять различные концентрации «Спутника Ви» для каждого возраста. Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны, сказал Гинсбург. Прямой эфир на тему вакцинации с доктором медицинских наук профессором Самарского государственного медицинского университета Яном Власовым состоится 8 июля в 19 часов на YouTube-канале фонда АТРАЭС. К участию в диалоге приглашают жители городов в присутствие госкорпорации «Росатом». Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На котором определят управляющую компанию. Специалисты администрации готовят 10 квартир для передачи в собственность царовским очередникам. Наличие таких квартир в доме было обязательным условием для подрядчиков. Передать ключи планируют в сентябре. Благодаря тому, что 40 человек въедут в новые квартиры на улице Зернова, освободятся места в общежитиях и маневренном фонде. Всего жилищные условия улучшат почти 100 сравчан. В следующем году подрядчик планирует достроить жилой дом на улице Зернова, 24, в котором 10 квартир также передадут очередникам. Прививочная кампания против ковид-19 в России идет активно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в день в стране прививается до 850 тысяч человек. По данным Минздрава, на конец июня 23 миллиона россиян уже вакцинировались от коронавируса. Ранее Мурашко отмечал, что в последние дни скорость вакцинации сильно возросла. За последние сутки в нашей стране выявили 23 378 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число переболевших превысило 5,5 миллионов. В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 454 заболевших. В Сарове с начала пандемии выявили 16 302 случаи ковид-19. 15 971 человек выздоровели, 39 человек госпитализировали в КБ-50. Из них один саровчанин в тяжелой степени, 37 в средней степени тяжести, один в легкой степени. На карантине находится 76 горожан. С начала наблюдений в городе от ковида умерли 132 человека. Со 2 по 8 августа в Сарове пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Заявки на участие в соревнованиях прислали уже более 40 команд. 3 и 4 августа на лыжной базе состоится гонка с раздельным стартом, свободным стилем и персьют классическим стилем. А 6, 7 и 8 августа на проспекте Мозруково пройдет индивидуальный и командный спринт, а также масс-старт. Возобновил работу ресурсный центр добровольчества по оказанию помощи горожанам на карантине. Волонтеры доставляют продукты питания из магазинов и лекарства из аптек, помогают своим углам домашних животных и выносам мусора. В первую волну коронавируса в России была запущена акция «Мы вместе». Тогда добровольцы не только помогали людям на самоизоляции, но и стали подспорьем в больницах. С приходом второй волны контактные и заболевшие COVID-19 снова оказались в трудной ситуации. Порой им попросту некому принести еду и лекарства. Здесь на помощь приходят добровольцы. Волонтеры ежедневно доставляют еду и медикаменты, выгуливают домашних питомцев и выносят мусор. Ресурсный центр занимается тем, что обеспечивает помощь остальным волонтерским организациям города. А также сейчас в связи с растущей динамикой по коронавирусу возобновляет работу помощи волонтеров, людям, сидящим на карантине. По словам волонтеров, возобновить работу было несложно. Многие добровольцы уже имели опыт работы с заболевшими, а для новичков проводили инструктаж по соблюдению мер защиты. При работе с зараженными волонтеры используют средства индивидуальной защиты и избегают прямых контактов. Единственный критерий для людей, которые хотят прийти помочь, это совершеннолетие. То есть волонтерам по доставке продуктов питания, лекарств, выгула собакой, выносу мусора может стать только совершеннолетний. Записаться в волонтера ресурсного центра может каждый, кто готов помогать людям. По словам волонтеров, в такие моменты важно помнить, что кто-то сейчас остался совсем один и нуждается в помощи. Они не могут выйти из дома, у них нет родных и близких, которые могут помочь им с доставкой продуктов или лекарств. Нет того, кто смог бы просто прийти и помочь. И мы стараемся быть этими людьми. В ресурсный центр требуются волонтеры для доставки продуктов и лекарств саровчанам, которые находятся на карантине. Подробности по телефону 99-113. Саровчане, которые нуждаются в помощи, могут подать заявку по телефону 9-77-77. Также требуются добровольцы для выгула собак. Все желающие могут обратиться к руководителю клуба любительского сахбаководства Акбар Светлане Романовой по телефону 8-903-04-08-860. За судьбой новой детской поликлиники на улице Чапаева саровчане следят уже давно. Наша съемочная группа решила узнать у горожан, как они оценивают работы по строительству нового здания. Новую детскую поликлинику на улице Чапаева изначально должны были сдать в августе. Но сроки сорвались по ряду причин. В апреле представители ФМБА заявили, что каркас здания построят до конца текущего года, а в конце следующего поликлинику ведут в эксплуатацию. Узнаем у горожан, как они оценивают работы по строительству здания новой детской поликлиники. Если честно, я вообще ничего по этому поводу не знаю. Поскольку этот вопрос меня не интересует, я даже и не знала. Даже не знаю, девочки. Детей уже нету как-то. Наверное, нужно. Детей жалко. И мам жалко, которые таскаются в это конца здания, которым очень тесно и неудобно. Не знаю, зачем выжили эту, как бы разрушили быстро эту детскую поликлинику, хотя она могла спокойно стоять еще какое-то время. Ну вот вчера читала. Медленно все движется. Потому что практически никак не движется это строительство. Очень долго строят. Вы знаете, как-то я вообще за этим не слежу. Да, это меня, конечно, настораживает. Хотелось бы, чтобы сроки строительства стали быстрее. И она быстрее запустилась и стала принимать наших сорокских ребятишек. Наверное, это плохо, потому что дети должны быть под просмотром доктора. И, наверное, эта поликлиника должна в более быстрые сроки построена быть. Но я думаю, что и наше руководство об этом должно во всяком случае знать и понимать, что это очень важно и для города, и для детей. Ну да, видно, что что-то несколько месяцев вообще никаких работ нет. Я там недалеко живу. Видно было. Сейчас вроде что-то с нами начали делать. А я за шеей не знаю, не видела. Ой, девушка, у меня так давно уже нет детей. Как мы выяснили, не все саровчане знают о строительстве новой детской поликлиники. А те, кто находятся в курсе дел, отмечают, что строительство здания создает значительные неудобства для мам с детьми. 2021 год для библиотеки имени Владимира Маяковского особенный. В этом году он отмечает свое 75-летие. Срок немалый. Сегодня в храм книги приходит уже больше 30 тысяч человек, а сокровищница знаний хранит 535 тысяч изданий. В прошлом выпуске программы «Пешком по Сарова» мы узнали чуть больше о истории библиотеки. В этом же обратимся к современности. Среди нотных изданий у нас есть ноты из личных коллекций музыкантов, преподавателей нашего города, детской музыкальной школы имени Балакирева, Нелли Романовны Асадзе и Татьяны Григорьевны Никулиной. После ухода из жизни этих замечательных людей родственники передали нам часть нотных изданий из личных коллекций этих прекрасных музыкантов. В новом выпуске программы мы отправимся на экскурсию в библиотеку имени Владимира Маяковского, узнаем о том, как формируется ее фонд, какие особо ценные экспонаты хранит отдел редкого фонда, а также попробуем найти мозг Маяковки, ее сердце и душу. Познакомиться с наследием русских мастеров иконописи и увидеть всю красоту старинного церковного искусства саровчане могут в галерее «Русская икона». Коллекцию собирали более 40 лет. В ней представлены более 450 работ разных мастеров, эпох и школ иконописи. Подробности в следующем репортаже. Прикоснуться к истории, представить, как создавалась та или иная икона. Все это возможно в галерее «Русская икона». Здесь представлены разнообразные уникальные иконы от 17-го до 20-го века. Каждая из них отражает двух своего времени. За каждым экспонатом закреплен справочный материал, с помощью которого можно узнать сюжет иконы, в каком веке она была написана и имя автора, если оно известно. Коллекция большая. Здесь много редких икон. Одних только богородичных икон около 45 предметов. Всего коллекция насчитывает где-то около 450 предметов. Проходя по галереи, можно наблюдать за тем, как менялся взгляд на иконы. К примеру, иконы 17-го века не пестрят красками и нацелены исключительно изображения лик святых. В 19-м веке иконописцы тщательнее прорисовывали узоры, мелкие детали и пейзажи. Здесь собрание икон, которые, в принципе, практически всех школ, которые были в 18-19 веках у нас в России. Это мастера, палех, уральские иконы есть, есть ветка, Ярославль, Кострома. Посетить выставку можно по предварительной записи по телефону 7-94-94, без возрастных ограничений. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!